Продолжение следует... Продолжение следует... С целью активизации участия в жизни общества в Абхазии создана ассоциация женщин-предпринимателей. Сегодня президент Рауль Хаджимба представил активы депутатам Сухумского районного собрания нового главу администрации Валерия Смыр. Ранее по представлению президента депутаты Сухумского районного собрания дали согласие на назначение Валерия Смыр главой администрации района. Руководитель администрации президента Дауражба зачитал указ президента о назначении Валерия Смыр на должность главы администрации Сухумского района. Как отметил президент Рауль Хаджимба, показатели, которые достигнуты за последний год по Сухумскому району, однозначно позитивны. Глава государства выразил надежду, что руководство района и в дальнейшем будет предпринимать шаги, чтобы повышать жизненный уровень. Идет процесс обновления руководства главы администрации. Есть определенные причины, объективные, субъективные. И такие процессы будут продолжены. Это не говорит о том, что это только будет в рамках администрации. Процессы идут и в руководстве кабинета министров. Будут перемены, будут новшества, которые требует сама жизнь. И я надеюсь и верю в то, что руководство Сухумского района будет активно заниматься проблемами района. Проблемы везде есть. Никто не говорит о том, что мы все трудности преодолели. Но Сухумский район по показателям прошлого года выглядел намного лучше, чем за все предыдущие годы. Рауль Хаджимба затронул вопрос восстановления школы в селе Ешеров, в которой учился Владислав Ардзимба. Строительство школы будет заложено в инвестиционную программу, заверил президент. Школа, которая там разрушена до основания фактически, это школа первого президента Владислава Ардзимба. И многих других, которые погибли из этого села. Поэтому я дал команду, следующая у нас инвест-программа, мы заложим туда строительство этой школы. Валерий Смыр поблагодарил за оказанное доверие главу государства депутатов районного собрания. Только совместными усилиями мы сможем справиться с проблемами, существующими в районе, подчеркнул Валерий Смыр. Всем большое спасибо коллективу, собранию, Рауль Джункович, вам за оказанное доверие. Если мы все вместе, сплоченно не будем работать, как мы все эти более шести месяцев работали, то итога никакого не будет. Также, если дружно будем продолжать, то мы для района своего сделаем все, что возможно, все, что в наших силах. В завершении встречи Рауль Хаджимба заверил активы депутатов районного собрания, что руководство страны сделает все возможное, чтобы район развивался и процветал. Рината Шака, Беслан Джунджули, Абхазское телевидение. 25 лет назад, 1 марта 1993 года, началась операция по освобождению села Лабра от войск Госсовета Грузии. Это была первая попытка освободить стратегическую высоту, с которой грузинские военные обстреливали близлежащие села Ктол, Джгярда, Тамыш. Вспомнить эту важную историческую дату, пройти по местам боевых действий. В Лабру приехали ветераны Отечественной войны народа Абхазии, руководители музея боевой славы имени Ардзенба, ученые, члены Союза молодежи, школьники. Ветераны войны делились своими воспоминаниями и рассказали, какой ценой досталась эта важная стратегическая высота. Нисфа Аршпа продолжит тему. Стратегических высот на Восточном фронте было несколько. Кануа Архуца, Герой Лабра. Именно отсюда враг обстреливал близлежащие села, используя весь свой военный арсенал, в том числе и запрещенные игольчатые снаряды. Село Лабра грузинские войска оккупировали в конце декабря 1992 года. Подтянув резервы, они неоднократно предпринимали попытки захвата села Кутол и выхода к предгорьям Кадурского хребта. С целью устрашения жителей Лабры противник осуществлял карательные акции – расстрелы, пытки, грабежи, поджоги домов, захват заложников для последующего обмена или выкупа. А в течение января и февраля 1993 года грузинские войска совершенствовали оборону, укрепляя свои позиции в селе. 25 числа грузинские войска овладели Лабрыской позицией, 25 февраля. Соответственно, создалась угроза наступления на село Кутол, далее по направлению Кадурского хребта. И для ликвидации этой угрозы была предпринята Лабрыская наступательная операция. 1 марта 1993 года она началась. Удалось село отбить. Окончательно село удалось освободить 9 марта. И с этого момента уже противник не входил в Лабру. Некогда густонаселенное село для врага представляло особую ценность. Именно здесь планировалось расколоть Восточный фронт на две части, ослабив позиции нашей армии. Во второй половине февраля командованием Восточного фронта была разработана операция по освобождению села Лабра. 1 марта в наступление перешли группа Апсны, Дельфин, Дельфин-1, Кама, Катран, Кындыг, Малыш, Маугли, Моряк, Стрелец, Тамыш, Чиге. В этот же день наступательная операция завершилась успехом. Лабра была освобождена от врага. Грузинские военные бежали без оглядки, оставив на поле боя все вооружение и технику. За весь период с 26 февраля по 10 марта на Лабрском направлении было побито и уничтожено 9 танков, 3 БМП, 1 установка «Град» и 1 зенитная установка. У противника было захвачено 3 пушки, 7 минометов, 3 пулемета, до 80 единиц стрелкового оружия и несколько БМП. План составлен 23 декабря генерал-майор Датуашвили и полковник Вашакидзе с их росписами. Это трофейная карта, которая взята при освобождении города Чимчири, но и она передана Министерству обороны Республики. Этот план был составлен плану уничтожения Восточного фронта путем рассечения его через Кутол. И были направлены 27 боеголовок запрещенных. Это все на карте отражается. Но этот план не осуществился благодаря героям, защитникам нашей республики. Однако после освобождения Лабры не была достаточно организована оборона села, в результате чего грузинские войска перешли в контратаку и вернули свои прежние позиции. И спустя пару дней нашим военным пришлось вновь освобождать Лабру. Для этого была спланирована повторная операция, в результате которой 4-х километровый выступ, расположенный на господствующей высоте, был атакован и ликвидирован. Противник, получив большой урон в живой силе и технике, отступил. Все последующие попытки грузинских войск контратаковать не увенчались успехом. Изначально на границе между Лаброй и село Кутол была организована первая позиция кутолцами. И нижняя Лабра была освобождена вместе с силами, группы объединенные. И в нижней Лабре была создана первая позиция, где занимали наши боевики, это кутолцы и чгерда. Конечно, были жертвы, ранены, но Лабра была освобождена, и мы закрепили там окончательную позицию, где грузинские войска не смогли на один сантиметр подняться. Это была окончательная операция, окончательный бой в Лабрах. 25-летний юбилей начала освободительной операции в селе Лабра организаторы мероприятия решили отметить не совсем обычным способом. После традиционной встречи в стенах кутолской средней школы они направились в Лабру. По дороге было несколько остановок. Молодые люди имели возможность не только увидеть своими глазами те самые места ожесточенных боев, но и прикоснуться к самой истории Отечественной войны народа Абхазии. Наша цель, цель музея боевой славы – работать с молодежью и с ветеранами, для того, чтобы по крупицам собирать нашу историю и сохранить ее для будущих поколений, для нашего народа, для нашей страны. И применить все это для патриотического и идеологического воспитания нашего поколения, наших молодого поколения. Если мы это не сделаем, не сохраним нашу историю, для будущих поколений недоступно будет все это. И это будет большой потерей. Нам представляется, что очень важно передать это именно молодому поколению, потому что ветераны, они помнят, вот их воспоминания, покуда мы живы, мы не вечны. Нам надо передать это нашим детям. Алые гвоздики по количеству погибших. У этого мемориала в лабре уже 25 лет. Поминают тех, кто отдал жизнь за свободу и будущее нашей страны. Нисфаршба, Алексей Агухаван, Абхазское телевидение. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил Нурья Танья с избранием на должность председателя Конституционного суда республики. Наша страна находится в процессе активного развития демократического правового государства. И на только созданный Конституционный суд возлагается большая ответственность в реализации принципа верховенства права, совершенствования законодательства страны и обеспечения гарантий правовой защиты всех слоев населения. Отмечается в частности в поздравлении президента. Сегодня исполнилось 25 лет со дня основания военной прокуратуры Республики Абхазия, которая была создана во время Отечественной войны народа Абхазии 1 марта 1993 года постановлением Президиума Верховного Совета Республики Абхазия. Наша съемочная группа была одна из первых, кто поздравил коллектив ведомства с юбилеем. Репортаж Ирины Аршба. В день 25-летия военной прокуратуры сотрудники ведомства встретили нас в рабочей обстановке. Праздник праздником, но дела не терпят отлагательств. Структура была создана в сложное военное время в связи с острой необходимостью наведения правопорядка в вооруженных силах. За период войны сотрудниками военной прокуратуры были расследованы тяжкие и особо тяжкие преступления, такие как разбой, убийство и хищение оружия. За весь послевоенный период было расследовано более 2000 дел. Самовольное оставление части, дезертирство, употребление и распространение наркотических веществ. Дела, рассматриваемые военной прокуратурой, в настоящее время достаточно разнообразны. В основном мы занимаемся воинскими преступлениями. Ну, помимо этого, конечно, есть категория общегоинских преступлений. Все лица, наделенные статусом военнослужащих, в случае совершения ими каких-либо правонарушений и преступлений, они последственны в военной прокуратуре. Категория преступления может быть различная, от небольшой тяжести до особо тяжких преступлений. По словам от Гора Агрба, в последнее время значительно уменьшилось количество случаев дезертирства из армии. Правда, число других преступлений среди военнослужащих по-прежнему высоко. Общевоинские преступления, такие как самовольное оставление части, дезертирство, они всегда присутствовали, их всегда было много. Но с 2017 года количество их немного снизилось. Это связано с тем, что в Министерстве обороны был создан учебный центр, куда попадают все представники из военных комиссариатов. Впоследствии они принимают там воинскую присягу, их распределяют по воинским частям. Весь этот процесс нами стал отслеживаться, и благодаря руководству Министерства обороны, вот такие преступления, как самовольное отсутствие воинских частей, резко снизился. Однако категория других преступлений, таких как незаконное приобретение, хранение наркотических средств, дорожно-транспортные происшествия, они имеют место, и, как известно, сегодня их становится все больше и больше. В разные годы ведомство возглавляли герой Абхазии Владимир Начач, кавалер ордена Леона Святослав Сагария, Лев Хагуш и Зураб Агума. Юрисдикция военной прокуратуры распространяется на военнослужащих Министерства обороны, СГБ, ГСО, МЧС, сотрудников миграционной службы, погранвойск, служащих внутренних войск МВД. Если говорить о проблемах и трудностях, с которыми сталкиваются сотрудники ведомства, то прежде всего это нехватка специалистов. В 2017 году, как известно, был у нас склад взорвался в селе Приморск. Вот по таким уголовным делам, по такой категории необходимо привлечение специалистов. Таких специалистов сегодня в Республике Абхазии у нас нет. Мы в рамках международного сотрудничества направляем в Российскую Федерацию запросы, определенные материалы для того, чтобы нам оказали помощь. Однако, несмотря на это, вот уже прошло более полгода, как бы в этой части помощи мы не получили. Поэтому мы назначили криминалистическую экспертизу, но заключения пока не имеем. Привлечь специалистов на территории Республики Абхазия не представляется возможным. В честь 25-летия со дня основания военной прокуратуры Абхазии приказом генерального прокурора военный прокурор Адгур Агрба, его заместитель Руслан Тарба, старшие помощники Алексей Вардания и Алиас Адлиба награждены нагрудными знаками за безупречную службу, а весь коллектив – почетными грамотами. Ирина Аршба, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Государственный комитет Абхазии по молодежной политике провел очередную встречу с целью обсуждения механизмов взаимодействия всех районных комитетов Республики. В ней приняли участие представители молодежных отделов при администрациях районов страны. Алика Трапш продолжит тему. Во встрече участвовали представители всех районных комитетов и отделов молодежи. Госкомитет Абхазии по молодежной политике напрямую не взаимодействует с районными отделами. При этом одной из главных целей Госкомитета Республики является создание концепции развития молодежной политики, систем эффективной коммуникации среди представителей районных комитетов. Мы будем уже делать выездные круглые столы для того, чтобы на месте уже как бы разбираться, именно какие проблемы у молодежи в районах. И объездив все районы, сделаем определенные выводы для того, чтобы в следующем году решить большинство тех проблем, которые есть у молодежи. Но, помимо этого, еще и те вещи, которые мы можем решить в этом году, мы, конечно же, будем решать их по ходу. Но для этого нам нужно проезжать на места и разбираться там. То есть с каждым районным комитетом мы будем обговаривать. Они знают лучше, какие у них проблемы, поделятся, расскажут нам. И я думаю, что мы вместе все дружно сможем помочь друг другу. И так только сможем вообще в принципе реализовывать молодежную политику только в тесном взаимодействии. В ходе встречи представители районных комитетов и отделов по делам молодежи обсудили существующие проблемы и пути их решения. Прозвучали предложения о совместных акциях и проектах. Так, государственный комитет совместно с отделом по делам молодежи и спорту при администрации города Новый Афон в марте планирует провести акцию «Мы против ДТП». В ней будут задействованы сотрудники госавтоинспекции и волонтеры ОПЕПШ. Данная акция, она позволит, по крайней мере, хоть в какой-то маленькой пускай даже степени, но задуматься, заставить людей задуматься о том, что происходит сегодня на наших дорогах. Я считаю, что эта акция даст какие-то плоды. И таких акций должно быть намного больше. Различных акций, в которых мы сможем задействовать и молодежь, и взрослое поколение. К концу марта Государственный комитет по молодежной политике намерен отправить порядка 40 человек из всех районов республики в Подмосковье, в Международный молодежный центр, где будут проходить тренинги на различные темы. По словам представителей комитета, подобные тренинги и семинары способствуют приобретению новых знаний и опыта. Алика Травш, Беслан-Шинджерия, Абхазское телевидение. Юбилей абхазского поэта Алексея Лассури отметили в Сухуме. На творческом вечере, посвященном 90-летию со дня рождения известного поэта, присутствовали его друзья, коллеги и представители общественности. Перед присутствующими выступили представители абхазской интеллигенции, делясь своими воспоминаниями об Алексея Лассури, настоящем патриоте, во всех произведениях которого отражалась его безграничная любовь к родине. Алексей Лассури был одним из ярчайших представителей абхазской поэзии 20 века. Основной этап его творчества относится к 50-м годам прошлого столетия. Алексей Лассури увлекался поэзией с самых ранних лет. Он писал в разных жанрах – стихи, поэма, рассказ, повесть, пьеса. Однако его талант больше всего проявился в поэзии. Стихотворения Алексея Лассури отличаются глубиной лирического самовыражения. Практически в каждом произведении автора отражаются его душевные переживания. Особое место в творчестве писателя занимала тема любви к Абхазии. Патриотически чувство его безграничная любовь к родине отразилось в стихах «Люблю я Абхазию, почетный гость, в поэме юбилейная». Особое место в поэзии Алексея Лассури занимает любовная лирика. Многие произведения поэта автобиографичны. В них отражена судьба самого поэта. В стихотворении «Мое богатство» герой говорит о своем тяжелом детстве. Тем не менее, наиболее ярко и масштабно его творческие возможности раскрылись в таких поэтических сборниках, как «Голос сердца», «Незабываемое», «Мое добро», «Я и весна». Он внес действительно выдающийся вклад в Абхазской современной лирике. Печатался широко. В молодые годы в Москве тогда не так легко было на страницах газеты «Правда» публиковать стихи. Его имя там часто появлялось. Был любимцем друзей. Когда я его не стал, Фазиль Искандер, его ближайший друг, написал очень яркие строки. Никогда не думал я, Алёша, жизнь твою со смертью рифмовать. Алексей Ласурия был человеком незаурядных творческих способностей. Представители абхазской интеллигенции говорят о нем как о человеке необычайно смелом и сильного духом. В своих произведениях поэт часто воспевал мирную жизнь, желая, чтобы не было войны. В 50-е годы он открыто выражал свой протест сталинскому режиму. Писал письма из статьи. Пытался доносить правдивую историю нашего народа. Алексей Ласурия всегда излучал добро. Ему удавалось поднять дух народа в самые тяжелые для страны времена. Именно за это его многие и любили. Был любимцем народа. Куда бы ни приезжал Алексей Ласурия. По убогую деревню абхазскую, в городах. Везде его встречались с радостью, с распростертыми объятиями. Это был, ну, можно даже и сравнить его с Маяковским. В какой-то мере стиль, манеру Маяковского он очень удачно и колоритно внедрил в систему абхазского стихосложения. Алексей Ласурия родился в 1927 году в бедной крестьянской семье в селе Кутол. Несмотря на материальные трудности, после школы он сумел окончить Сухумский техникум. Затем продолжил учебу в Москве. В 1953 году, вернувшись на родину, начинает работать в газете «Обснообщ». Алексей Ласурия ушел из жизни рано. Ему было чуть больше 30. Но его поэтическое слово продолжает жить. Литературное сообщество Абхазии планирует издание однотомника Алексея Ласурия на двух языках. Цария Смыра, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. В преддверии Международного женского праздника 8 марта Торгово-промышленная палата Республики Абхазия устроила прием в честь женщин, занятых в бизнесе. Мероприятие приурочено к созданию при ТПП Ассоциации женщин-предпринимателей Абхазии. Репортаж на Аллыкове. Мероприятие, организованное Торгово-промышленной палатой Абхазии, приурочено к созданию Ассоциации женщин-предпринимателей Абхазии при ТПП. Организация создана в целях реализации гражданских и социально-экономических прав женщин-предпринимателей и активации их участия в жизни общества. Первое мероприятие, которому посвящен сегодняшний прием, это же, конечно, создание Ассоциации женщин-предпринимателей. Целью которой является, прежде всего, реализация гражданских и социально-экономических прав женщин-предпринимателей и их активное участие в условиях жизни общества. Председателем организации избрана Амра Ануа, гендиректор пивоваренного завода Сухумский. Ее кандидатура была единогласно поддержана всеми бизнес-леди. Это является еще одним доказательством того, что абхазские женщины-предпринимательницы прекрасно справляются со своими обязанностями, в том числе и на руководящих должностях. Приятно, что в бизнесе и в развитии нашей экономики очень много женщин, которые занимаются не только крупным бизнесом, но и малым и средним. А мы, отвечая за развитие предпринимательства в республике, можем с уверенностью сказать о том, что все-таки развитие малого и среднего предпринимательства именно началось с женщины. Мы прекрасно помним и в годы войны, то есть это не по наслышкам, по рассказам от наших близких и родных, какую роль сыграли наши женщины в дни войны, когда они вместе наряду с мужчинами находились под вражескими пулями на боевых позициях. Мы помним послевоенную блокаду, когда наши дорогие женщины взвалили на себя такую финансовую ответственность перед своей семьей. Сегодня в сфере предпринимательства можно увидеть много женщин, успешно занимающихся крупным бизнесом. Есть женщины, занимающие министерские посты, проявляющие себя в политической жизни страны и в целом приносящие пользу своей родине. Торгово-промышленная палата организовала данное мероприятие, чтобы еще раз подчеркнуть ту огромную роль, которую играет женщина в семье, в обществе и в целом в республике. На Алакове, Беслан Чинжерия, Абхазское телевидение. Ну и в конце выпуска по традиции о погоде. По сообщению Гидромедцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода. Ночью, утром дождь со снегом, днем без осадков. Температура воздуха ночью 0, плюс 5, днем 3,8 тепла. Температура морской воды плюс 10. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!